Это наши яблоньи. Эту яблоню Фикрата Фердения Камалова посадили в прошлом году в память о своей дочери, которая погибла на Булгарии. Деревьев 28 по числу детей, жизни которых унесла трагедия. Муж у меня инсульт перенес, инфаркт перенес. Я тоже вся больная, на одних лекарствах живем. Сон, не сон. Глаза открываем, перед глазами постоянная дочь. Она у нас одна, единственная. Трагедия практически породнила некогда чужих друг другу людей. Лилия Салахиева потеряла дочь, но беды других семей переживает, как свою собственную. Артем, Наталья, Кирилл, Светлана, Пушкарева из Ижевска, Рябчиковых, Сабиро-близнецы из Самары, Нурмиевых. Вот дочь моя, Ляся Найдаровна. Всех уж практически, кого еще, Карымовой из Лаишева, Киселевой. Ну, практически всех уже знаем, потому что, видите, все общаемся уже и в суде встречаемся часто уже. Пока еще конца края нет еще. Не знаю, надеемся на лучшее, что накажут. Надеемся на справедливый суд уже. Некоторым родственникам погибших понадобилась помощь врачей. Не выдерживали нервы. Казалось, подобрать верные слова было сложно и президенту. Трагедия огромная. Сегодня можно говорить много разных слов в оправдании. Наверное, это никак нас не оправдает. И те меры наказания и те новые нормы, которые были приняты в рамках того, чтобы таких случаев больше не было, Это, конечно, вас успокоит никак не может. Я глубоко скорблю вместе с вами соболезную. Я хочу, чтобы мы почтили память погибших минутой молчания. После в мечети мемориала причитали молитву в память о погибших. Отслужили панихиду и в часовне. Многие не спешили расходиться. Глядя на водную гладь, вспоминали о трагедии, произошедшей на этом месте. Все эти два года Булгария по-прежнему стоит в затоне имени Куйбышева. Сегодня кто-то из родственников погибших попросил президента республики оставить теплоход как памятник.